земля цвета вернет во тьму я выбрал лишь фотографии почему во первых что вы поверили потому что я это это сами все равно сейчас у нас пиранка медалистка или как там господи красный диплом сотни этих самых научных трудов это особый случай и это я потом может в конце и скажу чем заключается моя идея это ее брат ну посмотрите на его лицо ну точно будущий ботаник а это мы в саду 20 лет назад посадила вот эта женщина это вот сейчас покажу я а вот куда-то делась там ниже еще будет и так вот это вот дерево которому не прикасалась пила ассекатор вот она со временем приобрела эту форму вначале до растет вверх потом все-таки хочешь не хочется отдавать урожай ей не нужно осветление посмотрите через нее видите небо нет видите вот а если бы это было где-то я брал в интернете я бы мог подобрать фотографию которая отрицает это загущенную а где-то мог бы наоборот который мою пользу а зачем мне это делать это дерево там ниже покажу хозяйка воля вот стоит но это чуть ниже будет там другая тема вот возле этого же дерева вот зачем его осветлять зачем это ежегодно ежегодно калечит дерево а если 5 10 вас это становится тяжелым трудом даже себе пользу понесло но я уверен что это дерево 20 зим бы не вынесла это лада ее место ну где-то еще подмосковье а дальше наглость сибирь она еще север не полезла это лада у меня теперь сторонник это сколько вот вот а теперь открываю вам а важнейший секрет и специально для вас это готовил мы с друзьями это уже обсуждали на данном вебинаре жаль время мало но это важнейший момент он один из основоположных моментов которые надо знать природу дерева природа вот сейчас попробуйте скажу итак на расстоянии там километров да это видно что это дикорос дерево и это видно что это не покос и это не пшеница не горох вот и не овес и не этот самый то есть это чистое поле скажите вот здесь вот растет не растет нет лежит на почве миллиарды семян вот такие же как эти деревья да другие деревья ураган их за тычкой трав разносит кто не знает то рыбу носят по нему вспомните раков носят по нему вот чего же говорить про то что и должно разноситься семена формата имеются помните какие пропеллер вертолет вот чтобы улететь далеко а взошло только одно дело в том что вот когда-то раньше все-таки назовем это все-таки местом для прежде всего для трав для трав вот а дерево нужно сюда каким-то образом приспособиться и один из миллиардов все-таки взошел где-то за километр вот еще какой-то у них есть одна особенность они имеют штамп это разносит кто не знает то рыбу носят по нему вспомните раков носят по нему вот чего же говорить про то что и должно разноситься семена формата имеются помните какие пропеллер вертолет вертолет вот чтобы улететь далеко а взошло только одно дело в том что вот когда-то раньше все-таки назовем это все-таки местом для прежде всего для трав для трав а дерево нужно сюда каким-то образом приспособиться и один из миллиардов все-таки взошел где-то за километр вот еще какой-то у них есть одна особенность они имеют штамп видите вот здесь допустим была высокая трава штамп не мог быть ниже только по уровню трава это я могу догадаться миллион лет назад здесь трава была допустим метровая пробив этот метр в темноте ветки не могли траве расти не мне хватало солнца также только с этого момента а удалось ему вырастить а у него природе заложен крона удалось вырастить вот этими прошло миллион лет или это был уже покос вот это или скорее всего это похоже земля не ровная вот или скорее всего поменялся климат травы не стало а вот это вот генетики заложена за миллионы лет генетики геноме заложена штамп вот он и вот он этот штамп появился из-за высокой травы надо обязательно было вылезти оттуда вылезти одному из миллиона то мы из миллиарда и сейчас рядом с этим деревом миллиарды семян которым не повезло она могла проклюнуться 5-10 сантиметров света нет солнца нет вот конкуренция дикая и не были а вырезал только одно но теперь она может дать потомство может дать семена и опять будет искать место себе на огромных площадях конкуренция дикая и вот это вот форма кстати обратите внимание она довольно это не похоже на стандартную как учат но она все-таки пропорционально и тут и тут согласны специально взял одно лиственничество одно за это самое хвойное и вот она правда то есть и но когда вот эти деревья которые мы прививаем подстраивать под эту форму а у него вообще нет штампа нету у него да и когда мы втыкаем яблоки у него даже то есть простая корня у него даже если нет подвоя в виде сенца у тебя даже шейки нет и долгого века не будет шейки имеется ввиду корневой нету вот это вот понять это должно быть на одной из первой лекции тимиразинки и тогда ни один студент не станет калечить деревья создаваем штамп а потом чтобы еще и вокруг это этому дереву нужно искалеченную почву если взять допустим я беру гипотетический случай значит мы берем это должно пройти обязательно я уже сколько раз говорил берем стома таких деревьев 50 из них оставляю покоин уметь же такой что не по одному а там по десятка такие видео небольшими рощами все-таки среди полей вдруг небольшая роща Canadaczasов этого метро 50 из них, не трогаем, а 50 вот так вот перекапываем. Вот так вот, вот так, 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 перекапываем. И давай проходит, пусть на это уйдут 10 лет, но это надо бы с плодом и делать, там нужен результат. Эти-то живучие, они могут сильно не отличаться. Но провести такой эксперимент и сказать, да, мы помогаем дереву. Классическая наука права или нет, всё-таки однажды появился человек, который всё садоводство поставил на уши, всё садоводство это, перекорёжил и сказал, всё, что до сих пор делалось, это страшная ошибка. Вот. Исходя вот из этих соображений, давайте вот эти деревья 50, только чтобы на них плоды висели. 50 не тронем, 50 вот так обработаем, уничтожая червей, уничтожая муравьё, уничтожая грибы, уничтожая всё плодородие, которое заключается в количестве бактерий. И давай сравним. А вдруг всё это, когда искалечить, а вдруг оно после этого ещё и участие будет? Но это надо сделать, потому что вот эти фотографии, они работают на меня. Вот. А всё ещё на нулевой вопрос отвечаю. Но я не хитрый, мы сейчас с вами ловим. Вот. Теперь правило 7. А, вот-вот-вот-вот-вот, наша любимая. А, вот чё. Извините. Давайте по порядку. Правило 6. Растущая вверх. А это всё обрезка. Вы мне задали вопрос, я отвечаю. Извините, что я ещё вебинар ушёл на это. А те пять вопросов, с ними легче потом. Следующий вебинар. Вот. Откажетесь смотреть, значит, темирязвики, ничего не изменится. Я ещё человек, который там, в Москве, что-то сможет сделать. Правило 6. Растущие вверху вверху нужно обрезать на внешнюю почку, на правильную сторону. Это поможет побег сделать более горизонтальным. Я уже показал один пример, да? Вот. Зачем их делать горизонтальным? Вот. Это неправильно. Но я ещё круче нашёл. Ну, зачем их делать горизонтальным, если я к ним секатором не подходил. Вот. А вот это вот Ильин Александр Савельевич. Привет, Ильин Александр. Аспирант. Вот. А она находится в саду? Знаете, в каком? Это участок, который за дорогой, там, за миллион рублей купил. Избушка на курьих ножках. Вот. И посару, купил в 2015 году. Фотографии в 2020. Так? Вот груша срела, груша справа. Только в этом году я впервые нарезал черенки. До сих пор они развивались по принципу «хочешь расти, не хочешь не расти». Вот. А почему я показываю этот снимок? Мне свидетель нужен. Вот. Такой свидетель. Знаете, если хоть раз где-то я обману, всё, это прощай, это самое, наше дружно. Потому что всё должно быть. Я показывал несъедобные плоды. И говорю, вот видишь там, если бы прививка была бы тут, моим другом сделана, она была бы сладкая. А так как она сделана на такой высоте, она получилась несъедобная. А ведь это всё проверяется. А таких, к примеру, у меня несколько сотен. А это же тебе, я же тебе не надо. Мало что Савинич одна знает. Вот. А теперь мы с ней полезли с соседями через калитку, правда, а не через ограду. Если приглядеться, вот тут вот очень трудно видеть доску вот эту. Это ограда. Там мой участок. Ветка свесилась. Мы стоим тут, есть фильм. Рядом стоят две хозяйки. Это участка, мама и дочка. И стесняясь, говорят, ну мы ваши груши собрали. Какие наши, когда эта вся ветка огромная свесилась через забор? Это одна из трёх-чёвых веток. К ней тоже никто не подходил, с икатором. И я не подходил, и Сергей не подходил. Сейчас она спилена полностью. Вот. Но это горькая правда, только потом, не потому, что она устала, умерла. Вот в таком виде и была спилена. Вот. Только потому, что это горькая правда. Нам некуда садить деревья. А таких было три, уже остаётся два, и он ещё, то, ещё более мощное дерево, говорит, давай спилим. Я говорю, у нас же молоденькая подрастает. А если сдохнет молоденькая, мы останемся вообще без этого сорта. Вот такая страшная правда. А здесь мы стоим, так, с соседями, и разговариваем. А какие соседи довольны? А какие доброжелательные? И как они смущённо говорили? Ну, мы собрали эти груши. Вот. Но я-то не подходил секаторам. Такой чёрт! Ой, опять он, значит, не матерится. Вот. Ну, правила железа. Для обывателей. Вы же помните, задали вопрос. Не подходи, не навреди. Сергей отрезал поезу кроны, продал, человек посадил. Не подходи, ради Бога, это только хуже делать. Не дай Бог, он прочтёт это. Вот так вот. Вот она, хозяйка, которая 20 лет назад получилась у меня в подарочек. Ну, она мне где-то овощами подкармливала. Вот, родилюбивая. Вот это же груша. Вот это Елена Садовна. Можно было спросить хозяйку. Я ещё напомнил. Я говорю, помнишь, Оля, я тебе говорил, что попробуй подойди к дереву секаторов, я тебе руки по этим секаторам пообрезаю. Правило седьмое. Нельзя допускать наличие конкурентов к кроне. Вот этот товарищ, что ты сочинил, он не один. Это всё вот то, что у вас выучит этом. Вы же помните, я начал с вашей схемы. Это здесь ещё не все перечислены ветки, которые на вашей схеме, которая царствует, именно царствует на вашем сайте Тимирязевской Академии. А здесь мы только по частям разбираем, причём не все. Итак, следует срезать или ослаблять до второй-три почек. Так, в отличие от яблони, груша обладает хорошей побега образовательной способностью. Вот единственная умная фраза, в этой статье единственная, что хорошая побега, она спасает себя. Яблони не так-то важно, а именно груша спасает штамп от того, чтобы по нему не текла вода, и он сразу гнид начинает. Поэтому она обладает. Ну, как можно было превратить это в это самое? Доставьте его в покое. Ну, а вот это моя фотография, которая когда-то войдёт в учебник, который напишет Елёна Александровна Савельевич. Пока у меня, извините, девочки, это, ну, не девочки, женщины, кандидаты наук, извините за то, что мне пока больше не на кого надеяться. Ну, ещё, может, Оля со временем придёт к этому. ливневый дождь. Я стою на веранде сухом этом. Вот абрикос, настоящие плоды, видите, да? Они прямо залазили в эту, в мою беседку, прямо залазили. Это было самое, знаете, как самый писк, когда мы сидим за столом, так, пьём чай, ну, бывало и не только чай, и вот здесь вот прямо берёшь, вот, рюмку чая выпил, вот здесь не вставая, вот это вот, вот видите, вот эти плоды, взял и укусил. Это для меня было, вот оно, счастье. Это важнее всех этих самых государственных премий, хотя я их давно заработал. Вот, напишите, они же железо, недостоин этой самой Нобелевской, ой, государственной премии. У меня две Нобелевские уже готовые, только некому это, похлопотать за простых металлургах. Вот так вот, вот это вот, ливневый дождь, вот так дерево спасается от лишней воды. Почему? Потому что по дереву дёрн, по дёрнам то, что должно, а листья, они только, каждый до своего климата. Потому что яблони свой климат, но груш был свой. Сюда попали, рядом яблони груш. Конечно, им плохо, конечно, они испытывают стресс. Для одной сильной жидко, получается, вода проходит насквозь и уничтожает, те же самые черви. Помните, почему они дождевыми называются? Чуть лишняя влага, он уже на асфальте, а там уже птицы клюют. Вот. Вот это вот фотография для будущего учебника. Потому что никто не знает и не понимает, для чего форма листа такая, почему форма ветки, наклон ветки такой. Никто ничего не понимает. А это, чуть не сказал, один железов. на нас уже много. Ольга, идите к нам. Правильно, я хочу говорить. Вот она, та самая восстановительная способность. Только зачем ее использовать во вред? Сейчас будет, команда какая, посмотрит, тот, кто написал, срочно эти уничтожить, это будет, уничтожить, немедленно, раз, два, три, четыре, все уничтожить. А эти, это замена растет вот этого, из количества дерева. Заканчивается мое время. Сейчас, может, хотя бы с этим, с нулевым вопросом закончим. Когда я писал об этом? Ну, вы сейчас знаете, что получается? Здесь не разобрать, а здесь, я теперь не могу. Нет, вот так. Могу, 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 могу. Вот. Еще немножко подать. Эх, как здесь получилось плохо. Короче говоря, давайте так, это пропускаем, ниже есть нечто подобное, мне Павел Троценко подготовил пару схем. Поэтому мы еще к этому вернемся. Вот это вот, Сонир Востока. Так. Вот. Он, естественно, привит на Китайку. Нормально? Нормально. 80 грамм, 80 грамм. Можете даже не проверить. Вот. А я дело в том, что очень сложно, когда мы говорим, ну, сегодня уже такой день, я уже глобальные вопросы поднимаю. не знаю, я не знаю. Продолжение следует...